Будто живые. Севастопольский мастер Наталья Зози-Ногайская создает авторских кукол ручной работы. Ее работы украшают частные коллекции в России и за рубежом. Шедевры, рожденные в Севастополе, отправляются в разные точки земного шара, где передаются из поколения в поколение, постепенно превращаясь в семейные реликвии. Через них я пытаюсь вообще понять, кто я. Да, ну как бы это, может быть, так слишком философски не звучало, но, во-первых, понимаешь, на что ты способен в плане творческом, в плане мастерства. И ты видишь, то есть я сейчас смотрю на какие-то свои старые работы, еще более старые работы, причем более работы старые мне нравятся больше, чем вот, допустим, даже может быть, какого-то 18-го года. Хотя на тот момент тебе казалось, ну все вроде окей, нормально. А тут ты смотришь, думаешь, нет, вообще не окей. То есть это такая гора, на которую ты всегда можешь и должен забираться. Наталья Зузина-Гайская, участница ежегодного международного салона «Кукол в Москве» на Тишинке и самой большой международной выставки «Искусство кукол в гостином дворе». Лауреат конкурса «Искусство России», призер конкурсной программы в рамках выставки «Култ Кукол Фест» в Сочи, член Международного объединения авторов кукол. Наталья сотрудничала с Севастопольским театром кукол «Саквояж». Я начинала с восточной темы, я вообще до сих пор люблю Восток. Первая кукла у меня была японка в японском, ну в кимоно. И так как я шила хорошо, конечно, в плане лепки сложно было, то есть никакой анатомичности, понимания формы, объема у меня еще тогда этого не было. А костюмом я вытянула, и в принципе кукла смотрелась достойно. То есть ощущение, ну, понимание цвета, ткани, фактуры – это как бы у меня уже был этот навык. И, конечно, кукла смотрелась нормально, достойно, я считаю. Создание куклы – трудоемкий процесс. Он требует точности, аккуратности, вдохновления и любви к делу. Вылепить тело для куколы мало. Необходимо сшить одежду, нанести краску и макияж, уложить волосы в необычные прически. И тогда кукла словно оживает. У меня большая мечта, конечно, чтобы в нашем городе появился музей или галерея, где была бы постоянная экспозиция, временные, плюс, может быть, магазинчик какой-то, и кукол, и сувениров. Что же такое авторская кукла? Как устроен процесс ее создания? И какие материалы при этом используют современные художники? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске программы «Сделано в Севастополе». «Чарующий мир кукол». Премьера в четверг, 25 февраля в 19.30.